Девушка 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 как близких мне по духу и по настроению подруг, потому что они мне помогают соединять одинокие сердца. Это профессиональная сваха Анна Свиридова и астролог Наталья Гайдаевна. Таня, ваша лучшая подруга завела дружбу с иностранцем, но переехали жить к нему вы. Как это? Что это за интересная перестановка шахматной фигуры? Они как бы познакомились, начали общаться, и Наташа любит таких мужчин. Мужчин, серьезно, здоровых. А, это Наташин бумага. Я поняла, боже, как все запущено. Давайте рассказывайте. И как бы она поняла, что у них может быть только дружба, потому что он такой вот более сильный. Может быть, субтильный был такой, да, или что-то? Он больше подходил для нее. Это ее типаж, ее мужчина. Нас она познакомила, произошла такая вспышка, любовь, и все. Мы начали жить. Здесь, да, в Киеве? Да, да. На чьей территории? На его. У него возле моей работы, возле ресторана, оказался на втором этаже офис, и рядышком еще и квартира. То есть у меня все близко к работе, и все хорошо. Ясно. Блондинка, моя любимая девочка. Потом в Украине был кризис. Он уехал в Турцию, ему нужно было по делам. Получилось, должен был на неделю, а задержался на месяц, там какие-то проблемы. И подружка, другая говорит, поехали на дачу, там вот погуляли. Да, Наташа? Нет. Девушки, никогда не связывайте с иностранцами. Поддержите, собственно, отечественного производителя. Вот, и мы поехали на дачу, и все. Я влюблена была, я так влюбилась просто. Он был, в общем, украинец, но с экзотической внешностью. И вы опять потеряли голову, да? Потеряла вообще, никогда такого не было. Танечка, а как же отреагировал гражданин Турции, не могу говорить турок, да? Гражданин Турции на вашу измену? А была измена, да? Ну, конечно. Ну, да. То есть у вас были интимные отношения? Ну, да. А скажи, Танечка, а вы вот так вот просты в интимных отношениях? Нет, просто это было, ну, это такого чувства у меня не было. Не было, да? Никогда. Вы кладывали туркой и выбегали к нашему экзотику? Ну, это так и было. То есть он спит, я там за хлебом, за водой, неважно, он там под окнами. Просто так оказалось еще, что наша квартира, дом и его дом были очень рядом. Хотенчик отрос и семью хочет. В общем, и что же, когда догадался, слава богу, турок? Ну, как бы, да, он почувствовал, наверное. Он просто сказал Таня. Обнял вас, да? Да, береги себя без... Ну, как бы, я плакала, но все равно это было... А почему плакали? Ну, не знаю, как-то... Как-то его жалко стало. Просто хороший человек, да, и, не знаю, тоже терять его... Вы собрали... Я не знала, что вот так вот... Вы собрали вещи и уехали, да? Уехала, да. Но дома вы не задержались, потому что ваше юное избрание, да? Нет, он сказал, давай, переезжай ко мне. А у него отдельная жилплощадь, у юного этого же? Нет, он живет с родителями, как бы вместе. И вы вот этот чемодак не разбирая, перетащили к нему, да? Молодчинка. А что долго думать? Приближался Новый год, вы с своим раздрубленным поехали за подарками. Нас занесло, получается, и в нас въехал джип. Это была авария, ну, такая, серьезная. У меня была ключица сломана, крестец. Вот если бы твоя девушка попала бы вот в аварию автомобильную, как бы ты себя повел? Ушел бы или... Поддержал бы там ее в больнице. Конечно бы поддержал, а как иначе? Это же все-таки близкий, любимый человек. А я вернулась из больницы домой, ну, к нему домой, то есть. И мы поехали гулять. Ну, Наташа поехала, еще его друзья. Они выпили, и он начал звонить с друга телефона на какой-то номер, ну, это потом я уже увидела. Я перезваниваю на этот номер, ну, просто как-то вот так меня толкает. Я перезваниваю, берет девушка трубку, алло, а я говорю, кто это? Это Ярослава девушка. Она вам говорит? Да. Ну, и все, утром я собрала вещи и ушла, ну, переехала домой. То есть, прикинь, да, опять чемоданы собрала, опять пошла любовь искать. Танечка, а вы не задумывались над тем, что все как-то у вас циклично? Отношения предательства, в итоге вас же предали. Вы возвращали. Сделали выводы? Конечно. Очень, как бы, я считаю, что в жизни все возвращается, и прежде чем сейчас сделать кому-то больно, или обмануть, или предать, я 500 раз подумаю. У нее, наверное, частый перепад настроения, человек погоды. У Наташи хочу спросить. Наташ, что звезды говорят? Для меня это пока время знакомств, пока еще не время семьи, и пока время формирования ваших желаний. Смотрите, вы все время формируете отношения, но вы очень мало задумываетесь над тем, что такое семья. Обязательно вам, вы как Овен, вам нужно иметь стратегический план развития отношений. Если вы не видите этого развития отношений хотя бы в течение семи ближайших лет, не стоит начинать, ничем не закончится. Просто помните, хорошо? Относительно вас, я вам скажу, что вы хорошая хозяйка, что вы умеете делать, создавать уют, что вы будете очень ценной для того мужчины, который вас получит, как призовую игру, поверьте, у вас солнце в соединении с Юпитером. Вот. И, правда, вы можете очень много счастья подарить человеку, который будет рядом с вами. Но я еще раз повторяю на сегодняшний день. Не думайте, что кто-то должен сейчас решить ваши задачи. Хорошо? Прежде все-таки будьте самостоятельны и самодостаточны. И только потом уже формируйте судьбу, формируйте семью. Мне с Овнами всегда было хорошо, но с Овнами не очень легко. Их надо все время под дрова подбрасывать. А в нашей студии пришло время знакомиться с женихами, первого из которых зовут Олег. Олег, 25 лет. Півтора роки цивильного шлюбу та шалене кохання Олега зникли в одну мить. Девчина зрадила его и лишила у незнайомого месте с 10 гривнями у кишени. Олег за факом филолог. Працюе топ-менеджером в интернет-магазине и пишет книжки с философией и эзотерикой. Олег спевает власні письмі, а свій интеллект загартовує у шахах. Від суму його рятує велопробіг вечернім Києвом. Своєю музою Олег бачить харизматичну білявку, яка смачно готуватиме та зможе підтримати розмову про творчість Фрейда. Сподівається, що Тетяна саме та. Олег мечтає відкрити университет, де будуть учить достижения успеха в жизни. А знає ли сам наш жених, як достичь успіху в любі? Об цьому знаємо прямо щас. Таня, йдіть з'знакоміся. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Танюша, вот і я. Меня звуть Олег. Я хочу тебе подарити цей букет. Ці рози символізують твою молодость і красоту, а ці фрези – мою честність і порядочність. Держи, будь ласка. Спасибо. Такой, какой-то доцент. Довченый, да? Довченый, да. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Представь, будь ласка, своих сваток. Это мої сваток – лучші друзі Антон і Максим. Очень приєтно. Видеш, ти в нього конкурента? Ну, звісно, звісно. А як інакше? Олег, дівчина, з якима у вас були серйозні відношення, на той момент вже жила в гражданському бракі, але з другим мужчинами. Да, три роки подряд. Три роки подряд. Вас це не встановило, і ви пошли в наступлений. Она не хоче вже таких відношеньків, їй не потрібен мальчик. Ми з нею познакомились на одній конференції, у моєго бувшого бізнес-партнера. І ми там сиділи, общались. Ну, бізнесмін – це круто. Ну, так ще получила? Ну, да. Кроссовки штопують, наверное. Я її пригласил в Чернігівську область. Там, типа, ну, пусть не курортний комплекс, но там достаточно хорошо голубые озера. Есть такая штука, как ехать на Гомель. Вот. І туда я її пригласил, типа, на кемпинг з друзями. Угу. І що, вона сказала «да»? Ну, вона сделала «да». Вона сделала «да». И после этого сделала «да», вы предложили їй жить вместе? Да, конечно. Та шо-то она думает, кого вам не приведують. Следующий сказал заведующий. Ну, да, Олег, в общем, за полтора года этого гражданского брака, назовем його так, да, вы переезжали в несколько городов, да? У вас було несколько переездов. Мы 5 метров жилья сменили. Чернигів, Київ і Луцк, да? Угу. Вы везде себя реализовали, вы устраивали свой бизнес, да? А она радостно перемещалась с вами. Ну, она меня так же стыковала с некоторыми там людьми, с которыми я в дальнейшем имел бизнес-партнерство, как бы. Но, скажем так, мой бизнес шел неплохо. Что-то она так грустно смотрит на них вообще. Олег, а вот последнее семейное гнездышко вы свили в Луцке. Да. Но ваша любимая к вам туда не приехала. Скажите, пожалуйста, как вообще пережили это? 10 гривен в кармане. Ну, номинально, да? Да, было именно так. Под Новый год. В чужом городе. У нас мы были совместный бюджет, были совместные финансы. То есть, я уже теперь сейчас понимаю, что не факт, что это правильно делать. Вот. Но, ну, по крайней мере, у нас тогда было общее, совместно, и она должна была передать какие-то деньги. Ну, элементарно там. Ну, да, да. На покушать, да? На покушать, да. Потому что все просто закончилось. Какой-то бред идет. Вот что-то, что-то... Да и подруга не в доумении. Они вдвоем сидят как-то... Непонятно. Олег, я, знаешь, я решила, мы не будем с тобой больше вместе. И это, представляете, просто по телефону. То есть, мы с ней жили, ну, почти два года вместе прожили. Она просто понимала, что вы перспективны, и с вас можно что-то поиметь. Я так и понял, и такие выводы я и сделал потом. Хорошо, дорогая, дорогой мой. Творческий вы человек. В чем? Ну, я с 16 лет начал заниматься творчеством. Я начал писать книги. Сначала все началось с очень милых, маленьких рассказов, но в 16 лет начал, и в 18 лет я закончил первый свой труд. Это философская, эзотерическая книга на 850 страниц. Когда мне было 18 лет, то совместно с заслуженным деятелем искусства Украины, директором театра Черниговского, мы поставили совместную вещь. Я написал сценарий на один спектакль, и он это поставил, и до сих пор в репертуаре театра идет. А когда у меня было 19, вторая вещь пошла в театр. То есть вы практически драматург? Я драматург, да. Ну, я драматург, то есть неплохого уровня. Он драматург, судя по тому, как он рассказывает, о том, что у него были книги, можно писать. Олег, уточнение. А вы вот эти разные книжки издаете? Ну, начнем с того, что мне отказали все издательства, в которые я обращался, и поэтому я был вынужден открыть свою торговую марку и собственное маленькое издательство. И мое издательство согласилось издать меня как автора. То есть вы с собой договорили? Да. Сам с собой договора даже подписал. Очень интересно. В нашей стране, пока себя сам не раскрутишь, никто не поможет. И реально, вот в Украине на Петровке мои книжки есть, например, там в некоторых городах продается, но в бумаге их почти нет. В основном они, все мои книжки, размещены в формате e-book. Да его творчество вообще не заслужит, наверное, никакого внимания, раз оно не пользуется. Ну, похоже на то. Олег, ну, я понимаю, что книги не приносят вам доход, а вообще ваш доход, насколько он стабильен? Потому что я понимаю, что планы грандиозные, но жизнь все-таки проходит здесь и сейчас. Сейчас я являюсь бренд-менеджером двух, ну, двух, как бы два в одном. Интернет-магазина, то есть есть два крупных достаточно интернет-магазина в Киеве, я там бренд-менеджер. Ну, это простым языком, это руководитель отдела маркетинга и рекламы. Вот, а также я же владею своей собственной маленькой фирмочкой, у меня еще больше десяти сайтов собственных, и они приносят тоже небольшой доход. Ну, то есть, небольшой, это совсем небольшой? Или вы можете сказать, Таня, ну, готов уже? Сайты небольшой, а бренд-менеджер готов. Ага, а сайты так, да, на колготке? Да. То есть, творчество он забросил окончательно? Он его трансформировал в интернет, такие проекты, издания, поднятие с колен проблемных предприятий. Сюрприз приготовили? Да, конечно. Их даже несколько. Ой, даже не буду говорить, приоткройте завесу тайны. Ну, пойдемте, на эти несколько уже посмотрим. Для того, чтобы твоя жизнь была сладкой, я хочу тебе подарить этот чудо-мед. Спасибо. Да, там целый бочонок. Для того, чтобы твоя жизнь была легкой, я хочу тебе подарить эти чудесные шарики. Спасибо. А для того, чтобы твоя жизнь была счастливой, я хочу тебе подарить стих. Кстати, Винни-Пук, шарики, мед. Да, шарики. Родившись 1 апреля, ты склонна никому не верить. Но я тебе хочу сказать, что я тебе как раз подстать. Пленен твоей я красотой. О, моя леди, мир с тобой. Влад, стихи молодец написал. Молодец, да. Конечно же я не крутой культурист. И, видимо, есть у тебя визажист. Но встречам с тобой был бы искренне рад. И верность ценю. Больше всяких наград. И если любовь ценишь ты выше денег, я счастлив бы был развивать отношения. А ты, Владик, должен будешь сразу... Опа! А че? Не знаю, встретимся мы в конце передачи или не встретимся. Если не встретимся, в любом случае, хочу, чтобы через лет 5-7 я с гордостью сказала, ага, а этот гениальный писатель был в моей программе. А я, глупыха, не заключила с ним договор, чтобы он написал мне прекрасный сценарий. Этого я вам желаю прежде всего. Пока идите в свою комнату, мы же встретимся в конце этой программы. Он мне серьезно говорил. Он какой-то он бахнутый. Я думаю, впечатлил, хорошо выступил. От души все. Все было от души. Немножко с нервничал, но с эмоциями все нормально. Я не вернусь, все было от души, все было хорошо. Уважаемая Ассалтия, что можете рассказать о нашем жените после общения с ним? Очень положительный человек. Смешной, интересный. Очень много говорит. Он еще молод. Я считаю, что еще ему надо гулять. Для серьезных отношений он пока... Не готов. Нет. Ну, в принципе, приятную вещь сделал. Пришел и рассказал о том, что он писатель, где находятся все его книги. Тоже, в общем, тогда время не прошло даром, если что. Тань, что можете сказать? Не мое. Не ваше. Одним словом, да. Наталья, звезды, что говорят об Олеге. Олег по знаку Зодиака Водолей родился в том же году, что и вы. То есть вы по году два кота. Вот. И именно вот эта характеристика года кота, когда каждый гуляет сам по себе, она может проявиться в вашей жизни. Вы знаете, на удивление, здесь больше вашего, чем не вашего. Больше вашего. Просто сейчас вам не нужна команда. Команда к вам придет с годами. А пока что вы хотите большого, большую и чистой любви. Вы уж извинитесь, да, за эту прозу. Олег. Замечательный, правда, парень. Очень талантливый, очень харизматичный. Очень ответственный. Умеет заботиться о женщинах. Вот я могу много-много сказать очень. Но так же, как и вы, не очень семейный. И каждому из вас в жизни придется однажды побороться за семью. Что может вас разделять? Разные кошельки. Вот то, о чем мы так долго говорили, разный бизнес, да, он вас может настолько разделить, что вы просто не найдете, о чем говорить. Анна. Ну мы по духу, по-моему, очень близко, да, такие. Мне кажется, что Олег такой, знаете, заигрывается в отношениях. Сам их придумывает. По-моему, он увидел Татьяну, тут же в нее влюбился и уже нарисовал сценарий отношений. В принципе, если бы на месте Татьяны сидела подруга, я думаю, он бы тоже нашел много хорошего в подруге. А вообще, хороший парень, но, понимаете, вот сказать, что ему еще нужно подрасти, большой вопрос, подрастет ли он. Что-то есть, безусловно, в этом правдивого, но... Может, это в чем-то и плюс. Олег, а такое вообще чудо. А в нашей студии пришло время знакомиться со вторым женихом, которого зовут Владислав. Владислав, 33 роки. Владислав, приватный тренер из бодибилдинга и фитнеса. И Татьяна знайде у ньому не лише надийного инструктора, а и человека. Родные и близкие сравнивают Владислава с пандой, так как он все делает очень медленно и ждет, чтобы кто-то его подтолкнул вперед. Станет ли этим кто-то наша невеста? Узнаем прямо сейчас. Идите, Татьяна, и знакомьтесь. Привет. Привет. Букет хуже, чем у меня. Букет у нас получше. Ну да, конечно. У меня фрезер. Выход, по-моему, пройдет. Медленно вышел, что не сказал, не пройдет. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, своих сватов. Среди которых проглядываются знакомы лица. Олег, это мой коллега по фитнесу, мы преподаем вместе. И Влад, мой тезка, мой друг. Очень приятно. Он реально с парой. Мне кажется, что ни по возрасту, ни он ей, ни она ему не подойдет, конечно. Да. Владислав, свою на тот момент будущую, сейчас уже бывшую возлюбленную, вы встретили в салоне красоты, если не ошибаюсь. Да, вы правы. В 35 лет реально бетономешалка в мозгу уже остановилась. Уже все, уже ничего не поменяется. В салоне работала моя знакомая. Я в двух словах расспросил по поводу этой дамы, кто она и чем занимается. Вас удовлетворил ответ, кто она и чем она занимается? Ну, поначалу нет, потому что, как она мне сказала, она более предпочитает женатых мужчин. Ага. Он очень близок и внешне она мне очень нравилась. Поэтому этот период времени, конечно, то, что мы были вместе, мне было очень интересно. Он поверхностный, слишком человек. Вот я глубокий человек. Но в какой-то момент вы сказали маме своей, да, что, ну, открыли душ, да, и сказали, что ваша девушка в свое время предпочитала женатых мужчин. И реакция вашей мамы какова была? Ну, реакция была очень бурная. То, что за все это время она наотрез отказалась знакомиться с ее семьей. Мне нравится лысина его, полированная, и что он очень без понтов. Слушайте, Владислава, вы считаете это нормальным рассказывать маме о сомнительном прошлом, пусть даже не о всем, да, но о сомнительных моментах прошлого вашей девушки, с которой вы собирались завести серьезные отношения? Ну, это все тайно становится явным, а оно бы где-то как-то вылезло, то есть здесь не без этого. Ну, просто боится, не знаю, вечно всегда все рассказывает, мне кажется. Значит, мама стала на дыбы, мама категорически была уже против вашей возлюбленной, да? Вы же не останавливались, вы хотели с ней серьезных отношений. Потом у вас случился гражданский брак или нет? Для меня есть на самом деле четко, муж и жена это когда печать в паспорте, все остальное это отношения. То есть гражданский брак вы не приемлете? Нет, я к нему спокойно отношусь. То есть вам все равно, как это называется? Ну, это не муж и жена, это точно. Ну, это человеку 33 года, и он получается... В 33 года он должен быть зрелым, а не таким мальчиком. Почему все-таки расстались? Многие моменты наступают, которые человеку не нравятся, можно сказать, либо бесит, либо раздражает, но, то есть уже нет того комфорта, что было раньше. Владислав, вы все-таки расплывчато говорите. У нас есть конкретные данные, что девушка материально вас просто-напросто насиловала, скажем так. То есть требовала от вас каких-то дорогих подарков. Вот в вашей визитке было сказано, что чуть ли не дошло до продажи квартиры. Это просто... Тут явно твои шансы вышел. Ну, конечно, тут у меня по сравнению с ним, то есть я бог. Вдруг возник грандиозный скандал, когда дошло до требования девушки продать вашу квартиру. С какой-то стати вдруг она так решила? Это был как намек, как бы предложение, которое, грубо говоря, нельзя отказаться. Ага, а для чего нужно было продать эту квартиру? Для того, чтобы купить эти бриллианты? Нет, для развития маленького семейного бизнеса. То есть ей на тот момент казалось, что это изменит ситуацию. Но с другой стороны, когда переспал с этой идеей, конечно, я уже понял, что на самом деле я в этой ситуации ничего не поменяю. Да, вы не готовы, да? В принципе, это будет бизнес, но не семейный. Да, даже если, к примеру, это случится, то ситуацию ты ничем не изменишь. Ну, как-то, ну... Он заторможенный для нее. Мне бы не спать, если честно, захотелось. Реально тормоз, короче, какой-то. Танечка, скажите, а насколько велики ваши материальные запросы к мужчинам? Невелики. Ну, а вот тот бизнес, о котором вы говорили, вот вы планируете его на собственные деньги? Что, я так понимаю, Владислав не готов давать деньги на бизнес возлюбленной, судя по всему? Не знаю, как бы я... Для меня это деньги не главное, ну, в отношении... Нет, Татьяна, для вас деньги... Ну, как бы, для своего маленького ресторанчика, ну, я думаю, что это должен, как бы, помочь мне в этом, наверное, супруг, потому что я... Да, я думаю, что если Владислав поймет, что это действительно его возлюбленная, да, и действительно жизнь с этой женщиной будет прекрасна, и будет хотеться всегда возвращаться домой, то тут уже разговоров о финансах не возникнет. Есть ли у вас вопросы к нашей невесте? Ну, как вы, к примеру, к фитнесу относитесь? Хорошо. Хорошо? А спорт, в общем, нравится? Да, да. Ну, а детей сколько бы хотели, к примеру? Двое, мальчик и девочку. Сначала девочку, потом мальчик. Да, и как назвать? Вы будете решать, ладно? Наталья, есть вопросы к жениху? Да, Влад, скажите, пожалуйста, вы всегда такой серьезный? Нет, не всегда, конечно. Разве Влад серьезный? Нет. Серьезный. Нет, он абсолютно не серьезный. Просто нужно уметь наблюдать за мужчинами. У него кодором ходят руки, поэтому он их спрятал, иногда поднимал, да. Он очень волнуется, абсолютно верно. А улыбка, честные ответы, ирония, самоирония, это все присутствует. Серьезности я тут большой, кстати, не увидела. Отмазала, отмазала пацана. Приготовили сюрприз? Ну, это часть, частица того, что хотела Татьяна. Пойдем, не посолим на эту частицу. Это в моем лице, то есть панда, которую в твоих руках я готов быть гораздо быстрее и шустрее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, вручайте же уже, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Нравится? Да, да. 33 года подарить такой подарок? Никакой фантазии. Это котяна, не панда. Да, это... Ну, нарочно не придумаешь, вылеты. Ну, я пытался написать в удобе. Да, 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 да. Ну, где-то даже чеширский кот такой, да? Вот, здорово. Хороший, умный. Не нужно никаких волшебных пинков вам, потому что, вы знаете, оказывается, вот в вашем этом так бы велотекущем жизнепрепровождении есть абсолютный актив и есть абсолютная мужественность. Вот вам можно довериться, правда. Можно довериться не с первого, но со второго взгляда точно. Спасибо. Пока проходите свою комнату, можно встретиться в конце этой программы. Так как его всегда подталкивали с его возрастом, я не знаю. Да, не решили, не решили, да. Больше я такой уверенный, говорю, спокойный. Слишком перерывал. Девушка сильно понравилась? Ну да, интересная дама, конечно. Наталья, о втором женике что можете сказать? Он готов уже к серьезным отношениям, к семье. Наталья, не надо было продолжить, он готов уже. Таня, что вы можете сказать? Хороший парень. Да. Ну, я же видела, что даже что-то там какое-то же, да, ёкнуло. Ну, посмотрим. Наташа, звезды что говорят? Да хороший, конечно, парень. Ой, то, что на первый взгляд кажется очень большим, иногда на самом деле является, правда, очень нежным, очень ранимым и очень застенчивым. Владислав, по знаку Зодиака, Водолей. Вот. На самом деле здесь есть определенная такая, знаете, как, есть и внутренняя скорость, и отстраненность, есть и определенные таланты, и даже мужская позиция, она тоже есть. Но, вы знаете, этот человек во всем требует любви, одобрения прежде всего и комплиментов, комплиментов, комплиментов. И если вам удастся в себе выработать желание все время, ну, вы понимаете, да, подпитывать своей энергией этого парня, то может быть очень интересное сочетание. Овин и Водолей, это всегда партнерские отношения. Это говорит совместимость ваших карт. Анна. Все, девочка, ты наша. Владислав бесхитростный мужчина. Вот отношения с мамой, да, то, что он всегда называет вещи своими именами, может, это не всегда уместно, но это говорит о том, что, в принципе, этот человек без двойного дна, и выдумывать, и лицемерить он не будет. Неплохой молодой человек. Нет, ну, мы тебя знаем, в принципе, это все правильно. А следующего нашего жениха зовут Владимир. Володимир, 22 роки. У Володимира півтора роки був шалений роман із жінкою на багато старшую за него. Проте обраница была у законному шлюбе, який не збиралася розривати. Володимир нещодавно опанував фах юриста. Мріє реалізуватися у шоу-бизнеса. Маючи танцювальний досвід, звання майстра спорту сплавання та натреноване тіло, Володимир заробляє на життя, працюючи стриптизером. Вважає, що зможе збудувати міцну сім'ю з дівчиною, яка буде йому емоційно близькою. Сподівається, це Тетяна. Владимир хотел би помочь Тетяне во всем, особенно в творческой реалізации. Например, он готов сделать из нашей невесты звезду стрип-данса. А вот готова лей к этому сама наша невеста, мы узнаем прямо сейчас Тетяна. Плавненько идем, знакомимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Ну букет, конечно... Он взял пример с меня, но букет никакой. Тут не букет, это один цветок, да? Да, это никуда не годить. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Витайте, пожалуйста, своих сватов. Я вот перешел с самыми реальными пацанами, это Антон, самый креативный парень, работает на телевидении, гениальные идеи и вообще генератор всех идей. И студент, с которым я учусь, Дмитрий Дрозд, нереальный культурист и просто хороший человек. И очень можно на него положиться. Ага, боже, прямо заслушалась, да? Нереальный студент, нереальный генератор идей всего телевидения. Просто узахватим от вашей, конечно, команды поддержки. Мне кажется, здесь интеллект очень далеко и не про этого участника. Володь, вы младше нашей невесты на три года. Но это вас, конечно же, не остановило, потому что взрослые девушки просто это ваш фетиш. Я знаю, что предыдущие любовные отношения у вас были с девушкой, которая у вас была старше на 9 лет. Да. Скажите, пожалуйста, в чьи сети вы попали? Ой, это супер уникальная девушка. Мы познакомились с ней, когда я танцевал стриптиз, то есть она вот среди толпы выделялась своим. Она тоже была блондинка. 22 года, я старше его на 3 года. Я более зрелый. Я более умственно образованный. Вы подошли к ней? Она подошла ко мне. Она подошла ко мне, да. Да, хотела меня угостить коктейлем, но я как джентльмен, я отказался. Почему? Можно было предложить ей угостить коктейлем? Знаете, я как-то не подумал об этом. Напряженочка с денежками была, да? Не, почему? Я же отработал деньги, заработал. Возможно было. Да, можно было, но как-то я не посчитал нужным. Ну что ж, и начались ваши отношения. Полтора года. Полтора года у нас такое было. У нас был нереально там дикий секс, там все супер. Мы идеально вот в этом плане подходили. Друг другу, да? Да. Формату этой программы он не соответствует. Владимир, вы были студентом, правильно? Который подзарабатывает. А женщина уже была самостоятельная и материальная в том числе. Да. То есть от вас ничего не требовало? Да. А вы, собственно, особо и не напрягались? Да. За полтора года совместных отношений вы подарили ей шарфик. Да. Этот шарфик ей просто очень супер подходил, да, под ее цвет глаз, под волос. И вот, да, вот мне вот показалось вот это вот идеально. Дорогой был шарфик. Да. Ну, это было на распродаже за 18 евро. Хоть бы цену не говорил бы, знаешь, лох. Скажите, пожалуйста, что же все-таки нарушило или закончило эти бескорыстнейшие отношения? Вот, знаете, вот, наверное, в первую очередь вот переизбыток секса вот был. Да, вот. Настолько было его много. Настолько вот просто. И потом вот как-то может должен... То есть я так понимаю, если переизбыток, то она от вас требовала и требовала секса. Требовала и требовала и требовала, да? Вот. Я поначалу справлялся. Нормально. Я не вижу. А что же вы думаете? Поначалу справлялся, а потом? А вот потом со временем как-то вот начало напрягать. Зачем такое говорить? Как зачем такое говорить? Это его конек. Значит, вас испугало это количество секса? Нет, меня, наверное, больше всего испугало вот отношения, серьезные отношения меня вот испугали. Да, потому что я знаю, что она пригласила вас на Новый год, да? Да. И отмечать с ней вместе Новый год. И вы вот эти полтора года, значит, уже просто превратившись в кролика Роджера, да, значит, не отказывали ей ни в чем, а тут не пришел. А тут я думаю, да, я не приду. Потому что если так просто она и меня мучает, что же будет новогоднюю ночь, да? Умру. Ну, уровень его морально-нравственности достаточно низкий. Скажите, мой дорогой, сюрприз приготовили? Да. Какой? Стриптиз. Сумасшедший сюрприз. Пойдемте и посмотрим. Не присаживайся, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Выходи, раздевай меня. И не поднимайся. АПЛОДИСМЕНТЫ Не, она там не видела. Смотри, какой сладенький, мягенький котик. Возьми меня, приедь, забери меня из Чернигова. Я так устал ждать. АПЛОДИСМЕНТЫ А, какой ужас, блин. Кошмар. Вы знаете, не знаю, это, наверное, очень красиво, но в другой ситуации, если, например, это девичник, вы очень неплохо сложены, вы все красиво исполняете, но в данной ситуации, мне кажется, что это выглядит немного пошловато. Объясню сейчас почему. Потому что девушка просто попросила, не надо, нужно уметь слушать девушек. Это мой вам совет. Хорошо, да? Да. Класс, когда мы с тобой подрабатывали в стриптизбаре, мы по-другому танцевали. Ну и пока проходите в свою комнату, не забудьте свои вещи, хорошо, мы уже встретимся в конце этой программы. Ох, хай олень. Это нам чуть-чуть пододурело. Краснавчик тебя говорят. Да! Наталья, что можете сказать о нашем третьем жене после общения с ним? Он еще ребенок, вообще ребенок, он не вырос, много чего не понимает в жизни, и то, что только что было, у меня шок. Я ожидала увидеть красивый танец, а получилось не очень. Получился позор. Тань, что вы можете сказать? Мне нечего сказать об этом парне вообще, абсолютно. Наташа, что звезды говорят о Владимире? Вы знаете, ну вот шут гороховый и все, я ничего не могу больше сказать, потому что советую только одно, не тиражировать себя в плавках, а вспомнить о том, что все-таки есть диплом юриста, и попробовать поработать юристом. Может быть, жизнь изменится к лучшему. Анна, ну, давайте не забывать о том, что Владимиру 22 года, он пришел в эту студию для того, чтобы самоутвердиться. То есть говорить о семье, у меня даже язык не поворачивается, потому что было неприятно находиться в этой компании с виду приятных молодых людей. И на этой мажорной ноте мы заканчиваем. Если вы заметили шрам на животе Владимира, его друзья рассказали, что Владимир пережил клиническую смерть, поэтому он сейчас живет каждым днем. Дорогой мой Володь, так не радуется возвращению к жизни. Жизнь нужно ценить в ее красочных красках. Надо понять, что есть красивая жизнь. А устраивать это все, ну, такое, знаете, пошлое действо, в котором вы не самый талантливый главный герой, это омерзительно уж, извините. Больше мне сказать нечего. Таня, вы уже познакомились со всеми нашими женихами. Напоминаю их имена. Это Олег, Владислав и Владимир. Наталья, ну, конечно же, к вам первый вопрос, вернее, к вам первый вопрос. Кого посоветуете нашей героине? Конечно, это Влад. Он уже взрослый, он созрел. Мужчина, который, действительно, его надо подталкивать, и он будет делать то, что надо. Наташа. Для меня это не грустно, это чистейшая правда. Ребят, здесь не было человека, который готов на сегодняшний день к семье. Да, Влад может быть по возрасту готов, может быть по внешнему виду, по харизме, но на самом деле пока что Влад ищет свою королеву, ищет свою женщину. И пока что Таня под эту королеву, ну, абсолютно не вписывается, потому что сырая для семьи. Таня, никого. Вы не готовы абсолютно к семье. Я согласна с Натальей. То, что вы, Татьяна, не готовы к семье, это очевидно. Здесь нужно уметь услышать еще одно мнение. Здесь нужно уметь прислушиваться и находить компромиссы. Вот мне кажется, вы девушка, которая компромиссы как раз-то находить и не умеете. И это будет не семья, а, знаете, игра в одни ворота. Ну, для меня вы потребительница сегодня. Согласны вы с этим или нет? Поэтому, да, собственно, и жениха здесь не было, знаете, так, чтобы сказать, ай да жених. Поэтому у меня сегодня пара не сложилась. Вы знаете, я с вами не соглашусь, мои дорогие, потому что Влад, я абсолютно согласна с Наташей, Влад, мне показалось, и готов к серьезным отношениям, и Влад тот мужчина, который потребительницу Таню, если ты так считаешь, да, переведет на эти рельсы понимание чувственности и невлюбленности, а даст понять, что есть любовь. Это она правильно тебя поняла, да. Я сегодня за Влада. Я не говорю о том, что вы сразу должны помчаться прямо в ЗАГС, да. Но начать отношения, услышать друг друга, даже взять друг друга за руку и почувствовать, мой это человек или нет, знаете, на уровне тактильности. Я вам советую, правда. Вы послушали все наши советы, Тань. Но решать, конечно же, вам. Слушать и слышать ваше сердце. И пока вы будете делать свой выбор, я предлагаю всем нам вспомнить, какое же наше невеста представила в начале этой программы перед всеми нами. Тетяна, 25 лет. Тетяна, 25 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы видите, что наша невеста вышла одна, сегодня у нас пара не сложилась. Почему, Тань? Ну, потому что я для себя не увидела то, что вот не было такого мое и все. Ага. Ну, видите, абсолютно верно, наверное, все, вернее, абсолютно права наша свахата сказала, что вы в какой-то степени меркантильны. Ну, невозможно мужчине говорить, не увидела что-то свое. Но это же не среднего рода. Есть мужчина и женщина. И опять-таки, повторюсь, когда вы это поймете, тогда вы будете готовы к любви. А сейчас спасибо, что никого не выбрали, спасибо, что никто не вышел бы с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Раз уж наши герои стали свободны, заполняйте анкеты на сайте или отправляйте заявку на участие по адресу, которую вы видите на своем экране. И вы сможете встретиться с ними в нашей программе «Давай дружимся». Я Оксана Бэра. Говорим до свидания и увидимся. Увидимся.